Хоккейная команда, которая с успехом конкурирует со столичными клубами и самостоятельно выступает на мировой ледовой арене. И не удивительно, что Международная Федерация Хоккея Рива после золота в 89-м году в две шайбы. Во втором периоде их преимущество сохранилось, хотя в середине матча у шведов появилась отличная возможность догнать и обогнать нашу сборную. При счете 1-3 Ким Каннерхайм забивает вторую шайбу в ворота Дениса Хлопотнова. Но настроение третьего периода определялось настроением Андрея Зюзина, а проигрывать ему в этот день явно не хотелось. Мощный щелчок и четвертая шайба влетает в ворота Швеции. До конца периода нашим ребятам удалось забить еще один гол и выиграть со счетом 5-2. А общепризнанным героем матча стал защитник Андрей Зюзин. Это имя, будоражить сегодня и умырали с разницей в одну шайбу, заставляло отнестись к сопернику серьезно. Тем более, что слабых команд не бывает до тех пор, пока ты не выиграл. Эта проверенная жизнью истина начала действовать незамедлительно. На третьей минуте счет первыми открыли швейцарцы. Казалось, ничего страшного не произошло, но в игре наших ребят почувствовалась нервозность и все усилия ни к чему не привели. На второй период наша команда вышла в несколько приподнятом настроении, чувствовалась тренерская работа во время перерыва. И вскоре посыпались шайбы на любой вкус. Эта победа была осуществлением мечты. Золотые медали практически были в руках у российских хоккеистов. Но теоретически нужно было ждать результата последнего матча. Финнам нужно было забить более 8 сухих шайб, что во встрече принципиальных соперников было нереально. К радости трибун на высшей ступени российские юниоры, этажом ниже финны, но у бронза у шведов.